Мы их озвучиваем уже много лет. Все финансовые контрольные органы, Росфинмониторинг, счетная палата в руки оппозиции, генеральный прокурор в руки оппозиции, и все главы администрации, областей, городов и районов, заместители от других партий. Все. И коррупция на 90% рухнет. Дополнительно, все должности, где, может быть, коррупционные схемы, один человек занимает три года, не больше. И перебрасывается в другой регион страны. То есть жестко. Второе. Все под наблюдением. Сегодня техники достаточно. Вот идут документы. Документы идут, так сказать, в министерство. Чиновник Иванов, полчаса полежали, ушли. Петров, полчаса. Сидоров, две недели. Я министр, я звоню прокурору. Возбудите уголовное дело в отношении чиновника Сидорова. Все. Сразу же видно. На документ обработку полчаса. Почему две недели лежит? Он ждет, что клиент принесет ему конверт. Он конверт в руки брать не будет, вода откроет, он положит, и тогда бумага пойдет дальше. Поэтому видеонаблюдение, контроль электронное. По месту работы, жительства, в машине, на даче, везде. Этот чиновник будет под контролем. Сегодня полностью это легко делается. Он включает монитор и смотрит. Вчерашние бумаги, где находятся. И видит чиновник, допустим, две недели назад. Всех-всех прошли, и вот у этого сидят. Вот в этом кабинете. То есть сразу будут видны места, где наблюдается коррупция. Дальше. Убрать предлоги для коррупции. Военкомат. В армию берем по контракту. Теперь наоборот. Стали взятки давать, чтобы взяли по контракту. Представляете? Наш народ какой. Хотят все в армии служить. То есть с опозданием делаем контрактную службу. Высокая зарплата. И сегодня уже наоборот. Вот раньше давали военкомат взятку, чтобы не брали в армию. Сейчас, чтобы быстрее заключили контракт. Но здесь можно найти способы борьбы. Тоже гласность, комиссии и так далее. И, значит, вузы, старая система экзаменов, новая, ЕГЭ, коррупцию не смогли исключить. Убираем экзамены, как в Европе. Принимаем всех в любые вузы. И после первого семестра пошло отчисление. После второго. Все. И, допустим, если у нас в вузах должно учиться миллион, а поступило полтора миллиона, эти 500 тысяч уйдут со всех вузов страны, как бездельники, не умеющие, не желающие учиться. И так дальше. Больницы, здравоохранение. Четкое разделение. Бесплатные больницы и поликлиники. И платные коммерческие центры и поликлиники. Сейчас стоит вот центр новый. Мы все знаем, это коммерческие, медицинские. Есть деньги, я иду туда. Нет, я иду в свою районную поликлинику. Они меня направляют в районную больницу и все. Проблем здесь никаких нет. Но, вот, например, под Москвой был случай, когда бизнесмен расстрелял начальство. А чего произошло? Вот борьба с коррупцией. Раньше район давал разрешение подключения к сетям, это деньги, выделение участков. Теперь область забрала все к себе. И там мощный орган решает, туда вообще не войти, не подступиться. И бизнесмен оказался в дураках. Он давал деньги, ему давали участки, он давал деньги, подключали газ. А теперь все. Лавочка закончилась. А он набрал кредиты. Он не может отдать. Все, банкрот. И пошла, пошла стрельба. То есть борьба с коррупцией идет. Тюрьмы переполнены. И если мы пойдем по пути ЛДПР, то через 5-7 лет коррупция будет в самом минимальном размере, как во всем мире. Коррупцию мы с вами даем. Официанту зачем даем сверхсчета? Парикмахеру? Таксисту? Зачем девушки просят дорогие конфеты? Дорогие духи? Дорогие билеты в театр большой? На такси везде ее катай? Вот кто порождает коррупцию? Парень должен в другом месте заработать, если все на нее отдать? То есть коррупцию порождают женщины. Жена, любовница, дочь, племянница. Дай, дай, дай. А где он возьмет, чиновник? Поэтому от нас зависит. Не надо. Все должно быть бесплатно. Вот личные отношения. Никаких конфеток. Никаких денег. А то ждут, чтобы им заплатили. 10 тысяч, понимаете. 15 тысяч. Да что такое вообще? Это же надо прекращать все. Никаких денежных отношениях между людьми. В отношениях дружба. Дружите, общайтесь, любите. Но деньги это зло. От него надо избавляться. Зарплата на карточку. На счет. И все надо купить по карточке. И все. Чтобы их денег даже видеть не надо. Они грязные все. Карточку только вы берете. Все. Коррупцию победить можно. И мы ее победим. Это философские.